Добрый день, уважаемые коллеги, что-то не густо слушателей, но надеюсь, что подсоединятся остальные. Итак, меня зовут Николай Блопокин, я один из основателей и творческих директоров брендингового агентства «НП Брендинг», и сейчас я готов с вами поговорить о брендинге в розничной и финансовой сети. Агентство занимается корпоративным брендингом, и в данном случае наши финансовые клиенты дали нам возможность прикоснуться к этой теме. На этом слайде видно, что у нас есть опыт работы с двумя банками, с одной НПО, сейчас работаем с финансовой организацией. не хотел бы сейчас обозначать, что это за бренд, но мы делаем ребрендинг, сделали уже стратегию, сделали изменение визуальной стилистики, словом бренда и далее по списку. О чем бы я хотел с вами сегодня поговорить, чем поделиться? Собственно говоря, это проблемная зона, которая возникает в брендинге финансовых организаций. Здесь, на самом деле, все, что касается брендинга, это достаточно тонкие материи и очень много общих слов, но я надеюсь, что мы сегодня приземлим эту тему. Для меня очень важно, что бренд – это отправная точка маркетинга, и когда мы говорим о бренде, мы должны иметь в фокусе внимания все бизнес-процессы, наши маркетинговые задачи. И лучше, чтобы это было единым целым. Это, в принципе, не такая простая задача, как показывает. Но чем интересны розничные сети, это тем, что брендинговые решения в розничных сетях, они как раз дают возможность очень быстро узнать, насколько это было эффективно, успешно, неуспешно. Потому что чувствительность клиентов к процессам, к тому, насколько синхронизирован брендинг и продукт, функционал и сервис очень быстро проявляется. вот здесь для меня очень важно сказать, что когда мы говорим о восприятии бренда, то в первую очередь мы говорим о совокупности элементов, которые формируют это восприятие. это и все, что мы получаем через онлайн-сервисы, как мы с ними соприкасаемся, мы ими, да. Если мы непосредственно общаемся с сотрудниками, насколько у нас есть удовлетворённость от этого общения, и далее мы можем оценить, если это офлайн, то насколько нам нравится и устраивает у нас функционал офиса. И коммуникация бренда, без сомнения, но она лишь одна из частей, которая формирует восприятие бренда. И здесь я хотел бы высказать свое мнение, высказать свою позицию. Дело в том, что если мы будем базироваться на таком понятии как позиционированный бренд или стратегии бренда, и воспринимать это как основу для всех маркетинговых движений, как маршрутную карту для коммуникации выбранного продукта и как камертон для оценки всех активностей, то я думаю, что будет шанс достичь определённого успеха. И здесь можно очень коротко просто посмотреть на то, что сейчас происходит для констатации фактов. То есть и на развитых сегментах финансового рынка и на неразвитых всё равно этот подход очень актуален. почему? Ну, хотел бы просто констатировать факт. Например, если мы берём с вами услугу «Микрофинанс», которую предлагает микрофинансовая организация, то мы видим на данный момент, конечно, прежде всего, борьбу продуктовых предложений. То есть это, учитывая то, что это, как правило, монопродукт, и параметры у него посчитаны, даты, сумма, время выдачи, условия выдачи, то, условно говоря, мы наблюдаем просто в истории, когда борются параметры продуктовых предложений. Это, в общем, не является эффективным инструментом. Если мы сейчас посмотрим на банковский рынок, который уже является достаточно развитым, то, опять же, факт, который надо констатировать, что, собственно говоря, банки предлагают одинаковые продуктовые предложения, и в коммуникации потребитель видит борьбу с продуктовыми предложениями. К сожалению, именно поэтому продуктовая реклама, например, в рознице, я попытался найти ещё какие-то референсы, более-менее, которые работают активно, но, в принципе, основная проблема банковской розницы – это то, что предложения одинаковые, все говорят об одном и том же. Поэтому очень часто коммуникации похожи. Поэтому, собственно говоря, когда мы комплексно смотрим на поведение бренда, на его восприятие, надо думать о том, какие точки дифференциации могут возникнуть в этой ситуации, когда всё одинаково. и какие у нас могут быть элементы формирования лояльности. Вот. Проблемы есть. И, ну, брендинг здесь очень важен. В общем, сказал не я, да, это сказал один из классиков брендинга, что, когда у нас есть схожие товары-услуги, то, в общем, бренд снова дифференциации. Вот. И здесь хотел обратить ваше внимание или поделиться своим видением того, как, там, стратегия бренда является основой и является, собственно говоря, элементом системного подхода. Вот. Потому что системный подход к коммуникации, к маркетингу, он присутствует. Вот. И здесь, собственно говоря, то, что вид потребитель, это тачпоинты, с которыми он соприкасается, и коммуникации, они все, на самом деле, если всё правильно выстроено, они отвечают, конечно, и передают либо обещания бренда потребителю или сегментам аудитории, либо его позиционируют. Вот. Здесь я бы хотел остановить на нескольких проблемах, да, которые в том числе в сетях могут возникнуть. Ну, первое, да, хорошо, мы узнаем, о чём наш бренд и что он обещает потребителю. Вот. Первая проблема – это как систему донести это. Вторая проблема – как сделать так, чтобы потребитель почувствовал то, что мы хотим сказать во всех точках соприкосновения. Это достаточно сложная задача. Сейчас я, на самом деле, во второй части своего выступления я вам покажу кейс, чтобы всё это приземлить, чтобы не было у нас ощущения, что мы, собственно говоря, поговорим о общих теоретических вещах. Вот. Но когда мы приземляем с точки соприкосновения бренд-стратегию или наш бренд, то всегда возникает определенные проблемные места. В том числе, скажу ещё почему, да. Вот. И в том числе надо всегда стремиться к тому, чтобы и думать, как сделать так, чтобы потребитель не расширивался в бренде в процессе потребления услуги. Это самое узкое место восприятия бренда. И, собственно говоря, маркетинг тоже, его роль в регулировании процесса достаточно велика. В данном случае, как я понимаю, я обращаюсь к людям, которые занимаются маркетингом. Вот. Поэтому, когда мы говорим о восприятии брендов, в первую очередь, конечно, ограничивающие факторы. Факторы, которые создают проблемные зоны, да. Вот. Это то, насколько мы попали в точку с модель обслуживания, с сервисной моделью, то, насколько у нас релевантны ожидания потребителя и его запросам сервиса, через который услуга предоставляется, и насколько там мы делаем актуальный продукт и предлагаем его потребителям. от этого, конечно, отчасти и большей части воспринимается бренд, а коммуникация, на самом деле, как важный элемент, как важный элемент продвижения и донесения стратегии, они находятся в ряду. Они находятся в ряду вот этих важных элементов воздействия на потребителя. Вот. Поэтому здесь такая вот игра как бы в обе стороны. То есть, с одной стороны, мы придумали, да, знаем, уверены, да, что то, что обещает наш бренд – это то, что нужно потребителю, да, то, что позволит нам развивать наш бизнес. С другой стороны, это позиционирование должно быть подтверждено, да, и сервисной моделью, и нашей продуктовой линейкой, и качественным уровнем наших сервисов. Вот. Или, как бы, что является продолжением моей мысли – процессы, через которые бренд продвигается, они должны, собственно, делать акценты, да, на важных элементах модели обслуживания, на важных сервисах и на актуальных продуктах. Вот. Ну, в данном случае есть, конечно, огорчительные вещи для маркетологов и бренд-строителей, на мой взгляд. Они связаны с тем, что на финансовом рынке процесс как бы обезличивания потребления идет все… ускоряется, идет все более быстрыми темпами. вот. Я посмотрел перед тем, как вытянул вебинар «Свежие исследования Google» вот апреля 2016 года, и кроме того, что, ну, потребитель все-таки связывает желание получить определенную услугу с конкретными брендами. И это, например, характерно для онлайн-банкинга. Вот. Но очень много пользователей получают услугу через мобильные устройства, чтобы само в себе ограничивать, конечно, возможность донесения бренда до потребителей. И, ну, вообще, это такая очень ограничивающая, очень ограничивающая фактор. Вот. Но вместе с тем от этого нам никуда не деться, и это такая правда жизни, надо с ней смириться. Вот. И даже на… даже в сегменте микрофинансовых организаций, казалось бы, да, мы все были озабочены глубиной проникновения интернета, в том числе в регионы. Мы все время, когда обращались к этому рынку, думали о том, что там менее продвинутый пользователь. На самом деле, видите, 60% запросов с мобильных устройств в области микроакредитования. Вот. Поэтому, ну, эти тренды, как я уже сказал, они… это обезличенность некоторая, да, все-таки, на мой взгляд. Несмотря на то, что мы обращаемся через мобильное приложение банка, да, вот. Но эти факторы будут усиливаться. Ну, поскольку, в принципе, этот тренд связан с экономикой бизнеса, стоимость обслуживания каждого клиента через мобильное приложение 50 раз ниже, чем в отделении, два раза ниже, чем в отделении. Ну, и возвращаясь к роли бренда и к технологии, которые мы можем брендинговые технологии применять для донесения преимуществ бренда потребителя, я бы хотел вернуться к стратегии. Вот. И основная проблема для маркетинга, она была всегда в том, что стратегия бренда – внутренний инструмент, да. Вот. И потребитель не узнает, там, суть вашего бренда, его замечательное обещание до тех пор, пока вы системно, адресно и релевантно об этом не расскажете. Вот. То есть, условно говоря, мы все время, как правило, как наш опыт говорит, да, маркетинг, департамент продаж, да, фокусируется на коммуникациях, на формировании тачпоинтов, собственно говоря, тех интерфейсов, через которые получает потребитель эту услугу, да. Но вопрос в том, что очень важно выстроить связь между платформой коммуникации всех и платформой бренда, который, собственно, эту услугу, значит, предоставляет, да, и, собственно говоря, вот теми тачпоинтами, значит, через которые потребитель это воспринимает. То есть, здесь очень важно связь выстроить. Вот. Поэтому здесь нам важна системность. Вот. Первая – это системность, вторая – это адресность. Значит, когда я говорю об адресности, я говорю, что, собственно говоря, бренд, ну, не обращается к аудитории просто как таковой. Там есть очень хорошее понимание в том, что аудитория не сегментирована. Вот. И если бренд, собственно говоря, обращается к аудиториям, он должен понимать, собственно говоря, в чем специфика этой аудитории для того, чтобы быть релевантом. Но в данном случае, если говорить, например, о банковских услугах, то здесь мы сталкиваемся с тем, что в рознице активно отрабатывается тема представления услуг для молодежи, так называемой молодежи. Это и карты, и программы, и бонусные программы. И, конечно, все понимают, что это совсем другая аудитория с другими, собственно говоря, инсайтами, чем аудитория среднего возраста, аудитория стучных людей, так называемых, которые, например, все банки хотят получить в качестве клиента. Если мы говорим о рынке инфо, то мы понимаем, что есть совершенно разные аудитории с точки зрения коммуникации бренда, например, пенсионеры, или это ИП, или это, опять же, молодые люди, и, естественно, должна быть адреса коммуникации. Вот. И то, с чего я начал с точки зрения ограничений, которые накладывают на брендинг и маркетинг активность, собственно, в нашей жизни, это необходимость очень серьезно обращаться к деталям. К деталям того процесса, в котором потребитель соприкасается с нашим брендом. То есть мы сейчас понимаем, что условно говоря, как красиво мы бы не делали прямую рекламу. Как бы здорово, значит, мы не были представлены в СМИ, но если там потребитель получает услугу через интернет, через онлайн, он пройдет несколько шагов, и если его, значит, эти шаги как бы не устроят в какой-то момент, он просто отключится и будет переключаться на услугу конкурентов. Ну, в данном случае есть достаточно яркий, на мой взгляд, пример на рынке инфо, когда новые пользователи через интернет делают запросы, как показывает статистика. вот мы эту информацию знаем там около порядка десяти микрофинансовых организаций. Сразу смотрят, кто их быстрее одобрит, где им удобнее, значит, будет совершить процесс, где, так сказать, меньше с них потребует документов или где меньше заполняются какие-то формы или транзакции. То есть это вот, ну, это есть внимание к деталям. Это есть внимание к деталям, это как или иначе связано с процессом представления нашего бренда. Вот, к сожалению, это разделять нельзя. Вот, поэтому я на этом хотел акцентировать ваше внимание. Вот, соответственно, это есть, то, что я перечислил, это, собственно, основные элементы, которые формируют лояльность наших клиентов. То есть, с одной стороны, это адресность. Со второй стороны, это как бы актуальность предложений. Вот, и с третьей стороны, это ответственность. Здесь вот могу на этом чуть подробнее остановиться. То есть, когда мы говорим об актуальности, мы должны понимать, что предложение наше отвечает тренд потребления, вот, а не просто потому, что мы хотим на этом заработать деньги. Вот, возвращаясь к своему примеру, когда я говорил о продвижении банковской услуги среди сегмента молодежь, например, студенты. Самая перспективная аудитория, там перспективнее некуда, которую можно придумать для банковской услуги. Вот. Ну, понятно, что банки сейчас хотят предложить этой аудитории карты, чтобы создать механизм, чтобы студенты пользовались картами, да, не снимали с них наличные, да, там, наоборот, размещали на них средства, расплачивались им. Вот. Но когда мы начинаем думать о том, как представить им этот продукт, да, как заставить им пользоваться, неплохо было бы подумать о том, вообще, как они живут, да, в каких трендах они живут и, условно говоря, где, да, что для них важно в жизни, что может быть сопряжено с пользованием финансовыми услугами, да, например, они будут покупать, значит, какие-то компьютерные игры, вот, не знаю, там, оплачивать себе, там, интернет-трафик или, там, возможно, или, там, аккаунты на каких-то, там, специальных сайтах, вот, которые, собственно, люди более старшего возраста, они даже не посещают, да, то есть и так далее. И вот, поэтому через эту призму надо, как бы, представлять бренд, да, и продвигать продукт адресно направленный на предметную аудиторию. Вот, что касается адресности, то здесь вопрос инсайтов. Вот, здесь вопрос инсайтов, очень глубокая тема, эту тему, ну, наверное, там, с налета не возьмешь, да, потому что, собственно говоря, сама понятия инсайта достаточно сложная, вот, то есть это некоторое открытие в области потребительской мотивации, и когда мы начинаем говорить о разных рынках финансовых услуг и о разных сегментах аудитории, то мы, там, можем сталкиваться с разными инсайтами. И здесь, конечно же, это тема брендинга, тема брендинга, потому что, если мы своих предложений потребителей, в том числе представления бренда, не ответим на наши инсайты, на наши инсайты и этой аудитории, то, в общем-то, наши всем потугом гроши ценят. Вот. Ну, примеров тоже можно здесь приводить много, да, если мы говорим, там, о займах, то у нас есть пенсионеры, и надо понимать, там, что они, собственно говоря, хотят получить, кроме того, чтобы взять деньги, да, от микрофинансовой организации, да, от общения с микрофинансовой организацией. Вот, наверное, они хотят получить нечто другое, да, не меньше, чем та же самая молодежная аудитория, да, и, условно говоря, для них важен и персональный фактор, когда они общаются с сотрудниками МФО, это и какие-то маленькие приятности, которые может получить этот клиент в этом сегменте, да, какие-то ему, какие-то маленькие благодарности, какие-то программы лояльности. Вот. И он будет чувствительным, потому что, ну, эти люди не сбалованы, да, они, собственно говоря, не живут на широкую ногу и не привыкли, так сказать, что, ну, вообще в хорошем, да, в этой жизни. Вот. А для молодежи будут совершенно другие инсайты, совершенно другие будут акценты, на которые должен быть делать бренд и в коммуникации, и в своих предложениях. Вот. Ну и ответственности, я уже сказал, собственно говоря, о базовых ограничениях, на которые у нас накладывает, собственно, бесконечная гонка, как бы интерфейсов и технологий. Но здесь есть еще и ответственность с точки зрения, вообще, то есть, комплексного понимания процесса, в котором потребитель прикасается брендом. Ну, условно говоря, вот есть, опять же, у меня будет кейс дальше по инфо, сейчас актуальна очень тема – это недовольство в деятельности коллекторских организаций. Понятно, что если инфо должен очень долго играть на этом рынке, вот, она будет как-то минимизировать эти риски, эти факторы негативные, вот, и там, очевидный ответ, что он не будет отдавать серым коллекторам, но в качестве основы, да, для представления бренда, она будет использовать там собственные какие-то коллекторские структуры, да, где там есть отлаженные системы коммуникации с клиентами, там, какие-то есть KPI, есть какой-то очень четкий контроль, да, за соблюдением качества представления вот этой коллекторской услуги, да, и это будет, ну, как пример, да, это будет одним из факторов ответственности на всем пути соприкосновения клиента и потребителя с брендом. Таких моментов, где можно провести ответственность и не разочаровать потребителя, их можно, поверьте мне, да, в любой у нас услуге найти многое, вот, я вспомнил только об одной из них. Вот, и, соответственно, возвращаясь к своему тезису, да, получается, что через модели обслуживания, через сервис, через продукты мы должны будем проявить бренд или подкрепить этими элементами нашего бизнеса позиционирование бренда. Вот, и, поверьте мне, да, значит, если у нас есть модель монопродукта, да, и мы ушли в интернет, и мы минимизируем все там транзакции, например, да, вот, при выдаче займа или кредита, то позиционирование будет, значит, одной, бренд представляется будет одним образом. Если мы будем фокусироваться на большую линейку продуктов, да, например, тех же самых займов, дополнительные сервисы, которые мы предоставляем, самые разные, да, такие, как бы, поселитесь, да, вокруг клиентов, там, какие-то, там, не знаю, оплату, там, каких-то коммунальных услуг, там, какие-то мобильные связи, там, что-то еще, что-то еще, все это, то есть, в одном колоколе, то это будет немножко другое, как бы, позиционирование, и бренд будет по-другому подправлять с потребителем. То есть, мы это понимаем очень хорошо, и каждый раз нужно подружаться в бизнес, чтобы понять, собственно говоря, чем же, чем же наш бизнес может подкрепить бренд, да, можете его усилить, вот, а о чем лучше не говорить. Вот, сейчас я для того, чтобы, как я уже говорил, приземлить это как-то не быть голословным, я покажу брендинговый кейс, как раз на рынке МФО, это федеральная сеть. Конечно, мне бы хотелось показать, наверное, не один кейс, вот, но, как вы видите, сейчас увидите, да, в этой презентации достаточно много слайдов, собственно говоря, сама подготовка к этому выступлению занимает время, возможно, в следующий раз, да, можно будет вернуться к кейсу к другому, на другом финансовом рынке, посмотреть, значит, что происходит с другими услугами с точки зрения представления бренда потребителей. Ну, а пока вот я готов с вами поделиться кейсом про МФО. Ну, так как я уже говорил, да, вот с этим сегментом мы работали, работаем, для нас понятен, собственно, драйвер, какие-то барьеры, ситуация на рынке, здесь я для вас, наверное, тоже не сделаю открытие, если скажу, что, конечно, этот рынок пока в начальной стадии развития, все понимают, что там все потрясается, вот, именно поэтому там гораздо больше игроков, таких шальных, да, они же все на банковском рынке, и там регулирование как начинается, вот. Ну, и одновременно понятно, что синхронно с этим и бренды находятся в процессе строительства, то есть можно посмотреть на то, что было с брендами там два года назад, и сейчас мы уже видим существенный прогресс, да, ну, потому что просто рынок развивается, выходит потихонечку из коротких штанишек, и, но, тем не менее, там еще есть куча багов и ляпов и непонятных историй, вот, мы смотрели даже по неймингу, там, порядка 30 компаний используют в своем названии как основной корень там займы, ну, то есть, и, в общем, все эти приставки, это все не играют никакой роли, то есть, условно говоря, там очень много багов, да, с точки зрения бренд-строительства. Ну, и также отсутствует тот системный подход к коммуникации с потребителями, о котором я говорил, когда у нас есть основная бренд-стратегия, и у нас есть, собственно, дальше эта бренд-стратегия является там камертоном, маркетинговой картой для всех дальнейших действий маркетинга и бизнеса. То есть, мы создаем продукты, мы сверяем, собственно говоря, с бренд-стратегией, мы делаем там сервисы какие-то, мы понимаем там, что мы можем поднять на щит в соответствии с бренд-стратегией, вот, мы делаем коммуникацию, мы также понимаем там, как нам дифференцироваться от конкурентов, о чем нам надо говорить. То есть, условно говоря, значит, это будет все впереди, я думаю, что. Вот, но тем не менее, кренд уже понятен, значит, в кавычках, заманчивое продуктовое предложение, там, взаимоподвое процентов, значит, мы самые быстрые, там, по одному документу, вот. Понятно, что с этим конкурировать уже долго нельзя, да, значит. И тренд в том, что, без сомнения идет движение к более качественным универсальным сервисам, которые включают и онлайн, и офлайн, и в каждом из этих способов предоставления услуги стандарты все повышаются, и они, как бы, выравниваются. Вот. Это вот интересный тренд, который брендинг, ну, не может обойти, значит, стороной. Он должен, как бы, отражать его и понимать, что, как бы, вспомнили. Учитывая этот тренд, как можно дифференцировать. Вот. Ну, и, конечно, значит, как в любом бизнесе, все время надо иметь в виду, что, если там у вас есть передовая сервисная модель, вот, или, например, возможность, вот здесь вот неправильно, ИД, формировать адресные продуктовые предложения, тогда это можно использовать как основу, там, для успешного развития бизнеса и бренд-коммуникации. Вот. В этом смысле, если начинать разработку бренда, там, брендинг, вообще задумываться брендинг, надо, как минимум, там, тестировать сервисную модель с точки разработчика и посмотреть, ну, отвечать на простые вопросы на первом этапе, да, хотя бы, да, там, сколько времени тратить потребительное оформление займов, да, как с ним общаются, комфортно ему в офисе, какие-то встречи, провожения и так далее. Есть еще элементы доступности, да, там, либо это получение займа на любую карту, да, либо, наоборот, какая-то карта, которой мы хотим, чтобы на нее, как бы, люди получали займы, но тогда это какая-то должна быть супер-карта, потребитель должен в нее поверить, он должен воспринять эту услугу, как, значит, актуальную для него, точно я говорил, да, вот, на проверку должно очень, очень здорово работать, вот, то есть, условно говоря, если это онлайн, то чем меньше он будет говорить, чем меньше у него будет необходимость обращаться к поддержке, да, помощи, вот, чем меньше, чем более обезличенный процесс будет, чем более он будет быстрый, тем лучше, да, чем более удобна будет, например, эта карта, да, на которой он получает займ, там, тем, условно говоря, да, тем лучше будет для бренда. Вот. Ну и это я, как бы, рассказываю подход, да, как брендинг-агентство может работать, должно, наверное, работать с, например, рынком метро, да, вот. Ну, собственно, это и делается, потому что мы, например, в своей технологии проводим экспертное интервью со всеми, там, представителями топ-менеджмента, которые доступны, вот, и это не только, там, люди, которые отвечают за продажи, какие-то, значит, региональные директора, вот, ну и люди, которые отвечают за качество, вот, и люди, которые отвечают за HR, вот, это IT, собственно говоря, какой-то IT-департамент, потому что эти люди, на самом деле, находятся все, в общем-то, в тех фокусах, да, бизнеса, которые влияют на представление бренда. Вот. Поэтому вопрос, который я там представляю на слайде, это, в общем-то, обычные такие вопросы, которые надо понять, вот, чтобы затем в брендинг-процессе очень аккуратно с этим поработать. И вот, то есть там, что у вас набирательны, да, например, когда наш клиент, например, заходил в 98-м году в этот рынок, да, он воспользовался готовым софтом, да, так сказать, вот, и с другой стороны, вот, этот софт-монопродукт, и, в принципе, через некоторое время казалось, что это там не очень хорошо, да, вот. Так сказать, другие компании, наоборот, говорят, мы сейчас сделаем упор просто на монопродукт, да, и у нас будет все, ну, будет полный перфекционизм, да, так сказать, и мы будем там, не будем распыляться, вот. Значит, надо понимать регламенты, которые есть в компании при открытии новых офисов, при, значит, вообще какая политика, да, значит, понятно, что есть какие-то стандарты, но, с другой стороны, ведь здесь черный деталик, да, вопрос доверия к категории, вопрос, значит, доверия к бренду, он еще, если, он еще связан с, в том числе, восприятие компании в офисе продаж, если не говорим про категорию аудитории, которая пользуется блоклайн-услугой, да и даже те, кто пользуется онлайном, да, в целях экономии, они могут потом стать пользователем блоклайна, вот, они все равно придут в офис и начнут, как бы, сравнивать. А новые пользователи, для них вообще это критичный момент, они заходят, и вопрос доверия, доверия, значит, вопрос какого-то комфорта внутреннего, он очень важен, да, поэтому все, что мы будем делать в офисе с точки зрения, там, брендинга, с точки зрения коммуникации и оформления, это ключевые, одни из ключевых моментов, надо нам понимать изначально позицию компании по отношению, например, к офисам. Вопрос с персоналом вообще бездомный, бездомный вопрос, и если мы, если я вам говорил о том, что бренд чувствительный к сервисам, то если мы говорим про офлайн, то, конечно, это в первую очередь персонал, и если бренд спроекцирован на персонал, да, то это прекрасно, потому что тогда мы понимаем, что мы имеем дело с не просто мотивированным персоналом, да, персоналом, который с помощью работы компания хочет достичь каких-то целей, да, там есть система кипяев для того, чтобы мы получили там определенный эффект при общении с потребителем, да, вот, а не просто, не просто, так сказать, быстро там выдали, выдали займ, да, оказали эту услугу, да, финансовую. Вот. Ну, если говорить, значит, кстати говоря, в отличии, например, категории микрозаймов от вообще банковской области, то здесь же инсайты по клиенту, они зачастую основаны на том, что людям не очень комфортно, да, потому что это, как правило, ситуация, когда они перекредитуются, это ситуация, когда они, или даже если не первый раз, я думаю, что ситуация некомфортная, мне кажется, что они, значит, какие-то, в общем-то, такие неудачные, да, потом их проверяют и так далее, ну, знакомы с этой ситуацией, это очень некомфортная ситуация, поэтому, вопрос того, как персонал общается с потребителем, насколько ему там комфортно в этом процессе общения, это очень важно, вот, ну, и мы спрашиваем, это очень важно знать, как ни странно, да, при начале брендингового проекта, есть ли контроль качества оказания услуг, да, значит, что это, да, что это за процесс, как часто, как можно, значит, оценивается ли это качество и как оно контролируется. Вот, соответственно, значит, мой кейс, который вам покажу, это будет кейс о ребрендинге быстрых денег. Компания первая предложила в России услугу займых зарплат в 1998 год, 580 пунктов финансовой помощи. По Нильсону там регулярно она занимает топы в обыгноваемости брендов, на многих финансов рынке, вот, и, так сказать, до недавнего времени там было разведение, значит, брендов онлайн и отлайн, вот, мой прогноз, что, наверное, это будет переведено под отдельный звоночный бренд, ну, это просто мои прогнозы, да, вот, но, тем не менее, это вот успешная работа в двух направлениях. Соответственно, когда мы начали заниматься этим проектом, конечно, значит, у компании большой опыт был на этом рынке, в том числе, в продвижении бренда, ну, и были припосылки для того, чтобы бренд изменить. Мы, как разработчики стратегии, без сомнений, как я уже сказал, да, в данном случае я показываю пример, да, приземляю, сказанное ранее, что, конечно, мы базировали свою стратегию на определенном наборе эмоциональных преимуществ, вот, возможно, на, там, каких-то атрибутах, вот. Вот, то есть это известный бренд, это простые примеры, помимо, прозрачные условия, ну, из-за того, что там хороший контроль качества, значит, показания условий для проживательной атмосферы, ну, безусловно, одни из самых больших сетей, ну, вот, выстроенные системы мотивации, контроля качества, собственно, коллекторский центр, вот, с которым мы тоже знакомились достаточно долго, вот, как он работает, кто там работает, вот, и, собственно говоря, там, наличие сервиса. Вот, это база, с которой надо работать, как бы, когда представляешь бренд. Конечно, ну, как и у каждого бренда, в, как у каждого бренда в процессе шутербрезинга есть, или в процессе, так сказать, работы с брендом есть какие-то барьеры. Вот, здесь барьер достаточно общий, да, в общем, ими стало именно нарицательным, потому что, собственно говоря, бренд давно существует. Но я говорил, что проблемы только общие немножко для рынка. Вот, без сомнения, один из основных барьеров, с которым сталкивается маркетинг и люди, которые занимаются брендом на рынке, это, конечно, спонтанное решение покупки, да, это для новых клиентов, это импульсная история. Вот, потому что, когда они познакомятся с сервисами или опсом, я в данном случае говорю про оффлайн, там становится все более управляемо. Вот, но, когда мы говорим про онлайн, но там спонтанное решение уже как-то иметь свои какие-то границы, оно каким-то образом может регулироваться. Вот, но на тот момент, когда мы работали в этом проекте, соус был ориентирован на новый продукт. Ну вот. И смотрите, как здесь решались последовательные задачи, как эта система выстраивалась. Ну и что касается актуальности. Актуальность, без сомнения, как я уже говорил, актуальность и адресность – две таких важных вещи. То есть мы смотрели на восприятие потребителя, восприятие и самой услуги, и самой категории, и восприятие конкурентов. Мы смотрели это в масштабе федеральном. В данном случае просто из Ростова. Но понятно, что у клиентов есть определенные проблемные зоны. Как восприятие самой услуги, как и восприятие бренда, в котором они работают. Это барьеры, связанные с психологическим комфортом. Это барьеры, связанные с оперативностью получения услуги. Это барьеры, связанные с комфортом при общении с персоналом. А также определенные опасения относительно того, как дальше будут развиваться события, насколько идут честные условия, насколько дальше комфортно будет возвращать и так далее. Когда мы смотрели на потребителя, мы видели очень многие важные фокусы, с которыми надо было работать. Что касается ответственности, то здесь мы понимали, что, собственно говоря, компания должна предоставить ответственность к точкам услуги, поскольку у нее есть для этого все преимущества, все атрибуты. Как я уже говорил, это, собственно говоря, большой опыт работы, большая компания с очень хорошо от мотивированным к управляемому персоналу в области колл-центра, коллекторского центра, хороший офис, которым можно как-то дотачивать. И очень важно в коммуникациях бренда ответить именно на ожидания потребителя. Эти ожидания, чтобы его проблемы были признаны и с ними аккуратно очень обращались. То есть, как бы на поверхности лежит история преодоления финансовых проблем времени, решения моментальных, где взять деньги? Деньги здесь. А на самом деле, позиция, когда мы говорим, что мы понимаем, что для вас рядом очень важный момент, и мы, когда вам предоставляем услугу, то есть даем деньги, мы еще эти моменты соблюдаем и удовлетворяем. Это новый взгляд, который, собственно говоря, был для нас очень важным в этом проекте. Ну, я бы сказал, собственно говоря, о том, что вот это обещание бренда, предложение бренда, эта стратегия без сомнения подтверждена, потому что, кроме того, что я назвал, это еще какие-то специальные условия, предложения по заморозке, по минимализации суммы займа, запуске программы лояльности, возможность формирования продукции отдельных групп заемщиков. То есть, когда мы говорим о чем-то с точки зрения коммуникации бренда, мы должны понимать, что мы все это подтвердим. Вот. Не буду повторяться, не буду повторяться. Просто скажу, что любое слово бренда, любая его позиция, она, конечно, должна быть всегда подтверждением. Поэтому, когда мы в ситуации стратегии, которую потребитель не видит, а видит только внешнюю картину, мы пытаемся в стратегии донести, то нам необходимо использовать уже инструментарий коммуникации. здесь, значит, раздел кейс, который посвящен коммуникациям. То есть, когда я вначале говорил о системе подходе, то я говорил о том, что, с одной стороны, у нас есть вербальные инструменты, мы должны их очень четко разработать и понять. с другой стороны, у нас есть визуальные решения. Это тоже система. И мы эту систему должны выстроить. Более того, мы должны выстроить ее так, чтобы компания смогла с этой системой работать безбедно несколько лет. Ну, потому что, смотрите, когда делается бренд, в грезон планирования брендовых решений, я считаю, что даже при том, что сейчас все ускорилось, значит, все летит вперед, вот, технологии нас подгоняют, но для бренда все равно, значит, брендовое решение и планирование – это долгосрочный процесс. Это лет пять. Лет пять. Почему? Потому что в среднем, вот, даже на таком знаменитом рынке, как бренд финансовых услуг населения, потому что только за несколько лет компания сможет воплотить какие-то свои преимущества, обещания, которые были продекларированы стратегии, значит, и в доточке сервисов, и в коммуникации, и там в оформлении, не знаю, там, каких-то интерфейсов, офисов, да. Вот. И только в семье за несколько лет рассказать потребителю, собственно, о чем этот бренд. Вот. И когда я говорю о системе, я говорю о рекомендациях тачпоинтов, тачпоинтов, собственно говоря, и рекомендация о том, как могут выглядеть сервисы и продукты, как может выглядеть офис, вот, как могут выглядеть, значит, какие-то, значит, специальные предложения. Вот. Это все должно быть в единой системе, в единой системе бренда. В единой системе, значит, представления бренда клиентов. Вот. Поэтому, если мы говорим, например, о вербальных историях, да, то здесь, в этом проекте мы, так сказать, не перекрестясь, поменяли дескриптор, то есть это некий слоган бренд, который постоянно находится с ним, да, вот, уйдя от категорийного позиционирования. То есть займ и зарплаты, вот, это вообще, так сказать, обозначение категории услуги, да, особенно за рубежом, да, так называются займ и зарплаты. Вот. Мы заменили этот дескриптор, да, такой, ну, это было два года назад, смелый для этой, на тот момент, для этой категории, потекущих. Ну, на мой взгляд, вы можете не согласиться. Вот. Таким образом, мы ушли в сторону большей дифференциации, без сомнения, да, и ответили, как я уже сказал, что очень важно для меня на этот сайт потребительский, вот, на вот эти вот, на те ожидания потребителей, которые существуют. Кроме, кроме, помимо того, что они хотят получить деньги. Вот. Потому что, в принципе, ну, конечно же, компания понимает, что, соответственно, заемщик, да, который, там, каким-то образом сохранен свою кредитную историю, а потом, особенно это молодежь, они потом станут пользователем, вот, полноценными пользователями банковских продуктов, вот, и, может быть, уйдут, да, искатили из клиентов МПО, но в данном случае это будет, их опыт пользования, да, пользования брендами быстро деньги, будет, собственно, элементом их движения. То есть там очень много нюансов, да, о которых можно рассказать. Заканчивая просто комфортным процессом заключения и возврата показаний. Что еще под вербальным инструментом, которые входят в систему представления бренда, я понимаю, это система кооперации. Значит, на самом деле в каждом из проектов, неважно там финансовый этот рынок или это не финансовый, когда мы делаем бренд, мы, как правило, кроме зонных решений, предлагаем некую единую систему по вербализации. Ну, почему это тоже, в общем, связано с горизонтом планированным, то есть надо понимать, вот мы нашли, значит, стратегии описали преимущества и ценности бренда, которые очень важны для клиента, да, мы его обещания зафиксировали, Но, еще раз, стратегию не видит, не видит потребитель, поэтому он видит, собственно, вот коммуникацию и тачпоинт. И здесь очень важно, чтобы был набор вот этих словно, определенных фидлайнов, которые абсолютно находятся в створе бренд-стратегии, в створе позиционирования, в створе обещания бренда. Собственная стилистика, основаемая стилистика, потому что с точки зрения стилистики мы можем говорить о характере бренда, и каждый бренд обладает определенным с точки зрения характера. В принципе, да, с точки зрения характера бренд-стратегии, конечно, такой достаточно, но серьезный такой, федеральный такой, не пошутишь, да, бренд такой совсем не динамичный на острие, да, с таких трендов, но в этом его характер. Поэтому, да, с другой стороны, он, так сказать, озабочен проблемами потребителей, поэтому копирайтинг должен быть определенным характером сделанным. Соответственно, здесь, значит, система подхода к этому вопросу еще связана со следующим. Да, мы понимаем задачи, мы понимаем сообщения, которые мы говорим разным сегментом аудитории, и вот в них задачи и сообщения мы должны, значит, сделать копирайтинг. Вот, значит, этих задач и сообщений много, в данном случае, что я вынес несколько, да, вот. Есть задачи по продвижению бренда в новом городе, есть задачи, значит, такие стандартные, да, по общению с пенсионерами, да, с молодежью. Но на каждую задачу мы должны представлять, какой может быть копирайтинг. В данном случае, видите, мы создали двухчастную систему. Значит, двухчастная система нужна для того, чтобы был какой-то узнаваемый подход, да. Первая часть – это продукт, да, часть услуги. Или ключевой поинт, ключевой фокус, на который обращает всегда внимание клиент. Вот. И ответ компании, значит, ответ компании-потребитель. То есть, условно говоря, если он просто берет для каких-то целей микрозамп, да, вот, и берет, например, в офлайне, то мы говорим, что, да, он попадает на подарки с английским или там накладно быть Дедом Морозом, там, и так далее, и так далее, да, там есть вариативность. Пусть хлопцы будут приятны. Если мы продвигаем мобильные приложения, вот, то мы говорим, что это супербыстро, потому что ты берешь, значит, на смартфоне, там, нажимаешь на кнопочку, и получаешь займы на карте. То есть, мы говорим о фокусе 5 минут, вот, и тут снова приземлился. Если мы говорим, особенно это нужно важно для новых клиентов, или там, когда компания заходит в новый город, если мы говорим о доверии, если мы говорим о том, что мы в коммуникации хотим рассказать про то, что это принят категории, значит, компания, которая представила в России эту услугу, то мы говорим, что все честно, да, нам доверяют, у нас это стоит на 2 миллиона клиентов. Вот. Дальше, к визуальному решению, там, как часть системы, да, системный подход к рейзингу. У нас есть, ну, как всегда, да, надо создать целостный образ бренда, визуальный в данном случае, не меняя название и не меняя логотип, потому что исследования говорили о том, что это, значит, бренд очень сильно узнаваемый из истории. Вот. И, в общем-то, мы понимали, что тут не в логотипе дело, да. Когда мы решаем свои задачи, да, то мы, тем не менее, меняли стиль, и эта смена должна быть тоже, как бы, транслировать позиционирование. Эта смена должна транслировать позиционирование, и если мы говорим о том, что у нас движение на протекущем, то мы нашли метатора, вот, какая-то перемотка, да, запускаешься, нажимаешь кнопочку там, да, или заходишь в офис, например, перемещаешься из проблемных классов, без проблемных, вот, мы нашли определенный графический метатор, который образовался в стилеобразующий элемент, который является инверсальным для разных элементов. Вот. Надо понимать, что, как любые визуальные признаки бренда, элементы в стиле должны быть универсальными. Они должны обладать системностью даже с точки зрения использования носителя или использования для решения разных коммуникационных задач. Например, да, где-то нам нужно будет применить фотографию, да, где-то нам нужно будет применить предмет какой-то, да, направленные изображения. Мы должны знать, как наши элементы взаимодействуют узнаваемо, наноситься с этими дополнительными, значит, элементами, которые мы пропустили, да. Или мы хотим показывать потребителей, да, как мы им показываем, как правка, как они взаимодействуют с этой графической системой. То есть, это без сомнений графическая система, вот, она рекламентировалась на тайтлайне, все это продумывается, прописывается. Ну, в общем, как и для других брендов, не только в этой категории, да, мы проходим каждый раз один и тот же путь. Вот. У нас есть позиционирование, которое обосновано, которое отвечает на эти сайты, которое актуально, которое соответственно потребление. у нас есть обещание бренда, мы облекаем это словам, и это тоже система, и мы облекаем это в какой-то визуальный инструментарий. Вот. Таким образом, мы соответственно понимаем, что этот инструментарий может применять как в интернете, значит, так и в оформлении точек продаж. Вот. И, ну, как бы, это уже вопрос, такие, с одной стороны, приятный ход, а с другой стороны, ответственный момент, да. Значит, много тачпоинтов, да, там, каких-то самых мелких, которые кажутся мелочами для, значит, непосвященного, возможно, зрителя, а для маркетолога это всегда очень важно. У нас есть книга жалко, у нас есть предложение, у нас есть какие-то информационные стенды, у нас есть холдеры и, значит, для алифлетов. Вот. И у нас вообще есть система, по которой у нас выстроен интерьер офис. Вот. Как там применяется визуальный опознаватель? Вот. Как эта система применена? Значит, какие-то есть рекомендации по… Когда, когда я, там, слышу, что коллеги говорят, которые занимаются и UX-дизайном, да, и UX-эксперенс, когда они закачивают продукт, мне кажется, что даже вот в UX-дизайне обязательно должен присутствовать бренд, вот, значит, сейчас уже невозможно, потому что, как я уже говорил, это гонка технологий интерфейсов, бренд является единственным инструментом дифференциации, вот, но мы всегда должны понимать, да, в какой момент бренд, значит, проявляется, да, в каком тачпункте. Например, мы понимаем, что клиент сидит и ожидает одобрения займа, вот он сидит, значит, сотрудник смотрит в монитор, там, да, что какие-то транзакции совершает, ну, есть варианты, клиент играет, значит, какие-то игры на смартфоне, там, смотрит в мобильный телефон, либо мы ему предлагаем, там, ознакомиться с какой-то услугой или, там, актуальным предложением. Поэтому эти тачпоинты должны проработать, да, и здесь бренд должен, в общем, быть представлен и быть в соответствии своим позиционерам. вот. Дальше. Внешний, внешний вид, да, тоже, как мы говорим, что точка спросновения очень важная, вот, и здесь нет мелочей, я просто не хочу только глубоко на этом останавливаться, но я могу сказать, что там оформление входной группы для розничной сети является одним из важных элементов, потому что там очень много, о чем мы можем даже на фирменную группу быть распотребителем, да, или нести для него свое позиционирование. Вот. Как мы представляем, значит, наши предложения продуктовые, сервисные, да, как плакаты воспринимать в комплексе, там, в витринах и так далее, какие, значит, панель кронштейн и как однообразно оформить лизы. Это все, значит, тема рекомендаций по хачпунктам. Как бренд присутствует в интернете, насколько мы в онлайне готовы, да, без потери качества, узнаваемости применять разработанные визуальные атрибуты бренда. Ну, в данном случае мы это тоже продумали. Вот. Или у нас есть программа лояльности, или у нас есть внутренняя коммуникация. Тогда мы знаем, мы знаем, да, так же, как развивается этот бренд визуальный с точки зрения коммуникации сотрудниками или коммуникации программ лояльности. Вот. Это тоже все точки соприкосновения, поскольку этой темы я вообще сегодня не касаюсь, потому что, мне кажется, я в этом уверен, это тема отдельного разговора, это тема, как бренд проецируется внутрь компании, да, как бренд начинает воспринимать сотрудники, как можно с помощью элементов бренда управлять поведением сотрудников, вот, корректировать его, примирать лояльность, нематериальную ситуацию. Вот. Но не должно быть такого, что бренд, значит, для внешнего потребителя, там, говорит условно, говоря, там, не пути к лучшему, да, да, сотрудник говорит совершенно что-то другое, да. Значит, не пути к лучшему, он должен быть развернутым, и быть актуальным, релевантным, понятным сотрудникам, да. Вот. И мы должны коммуникацию также выстроить и ту же систему, ту же систему, с которой надо работать. Вот. Когда я говорил об адресности и о том, что бренд в своей стратегии должен быть готовым к тому, что он общается с разными аудиториями, то этот кейс нам говорит о том, что, да, бренд нужно было проецировать и на совершенно другой аудитории. Вот. На аудитории, например, там, людей, которые делают инвест, там, выгодные инвестиции, да, в совершенно другой профиле аудитории. Вот. И бренд в отношении к ним тоже достаточно важно. Вот. И здесь, ну, немаловажно сказать о таком поиске, как архитектура бренда. Значит, надо понимать, что, ну, как бы, брендируются предложения, брендируются услуги. И очень часто для разных аудиторий делаются разные бренды, когда появляется, так сказать, набор брендов, архитектуры брендов. Для разных услуг, для одной и той же категории, значит, могут взяться разные бренды. Но в данном случае компания с точки зрения, как я уже сказал, обращение к разной аудитории базировалась на одном бренде, на бренде с одним позиционером, с одним обещанием, да, несмотря на то, что они тут совершенно разные. Вот. Ну, и, наверное, наверное, я бы хотел остановиться на том результате, возможно, сейчас достаточно поверхностный, но, тем не менее, да, в том результате, который был получен в процессоре грейзм. Вот сейчас уже через год после окончания работы над регламентами, применением бренда, было начато бренд в отделении. Вот, и шеребренд проведен. И в целом можно там сравнивать, сравнивать, наверное, бренд, который был, и как выглядел бренд в начале процесса, как этот бренд стал выглядеть, как он стал восприниматься. Вот. И в целом, ну, тут мы, конечно, свалим свою работу, да, часть, с другой стороны, мы можем констатировать какие-то, возможно, объективные моменты. В чем это заключается, объективные моменты? Ну, первое, значит, с точки зрения обещания бренда, представления клиента, значит, несмотря на то, что лидер категории, несмотря на то, что, в общем, достаточно серьезная организация с высоким качеством предоставляемых услуг, коммуникация категорийная, да, займет на зарплату, вот, безусловно, фокус на преимущество и на решение проблем клиента, да, но, конечно, отсутствие национальности, отсутствие национальности, отсутствие такого обращения к потребителю с позиции понимания проблемы и потребностей, вот. Значит, с одной стороны, с другой стороны, смотрите, надо было очень важно спройти по этой границе, сохранить серьезность, федеральность, банковскость, в хорошем смысле слова, особенно на этом проблемном рынке, да, с точки зрения восприятия. Вот, и, ну вот, да, как это выглядело, вот, и, видите, тут через систему, через систему большого количества инструментов, вербально, визуально, через какую-то доточку, значит, точек контакта формируется немножко новый образ. Я не хочу сказать, я всегда вообще считаю, что, конечно, маркетинг правит говорить о том, что, ну, конечно, там, центральным для нас является продукт, центральным для нас являются наши сервисы, вот, а какие-то элементы, там, например, картинки, да, исторические, на самом деле, это все работает для потребителя комплексно. Более того, потребитель зачастую, он иногда даже не может сартикулировать какие-то впечатления и воспринимает много на подкорке. Вот, когда мы говорим о том, каким бренд стал, как его стали воспринимать, то зачастую там комплексное восприятие целого набора инструментов, целого набора восприятия от контактов, да, и вон, 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 вон. Вот. И мы видим, что это более чистенькая коммуникация, более свежая, более такая современная. С другой стороны, она более эмоциональная, более дружелюбная по отношению потребителей, да. Она еще более короткая, да, потому что там было много слов, мы говорим, у нас, как я вам говорил, двухчастная коммуникация, да, очень короткие истории. Срочно нужны деньги, они у вас в кармане, да, в данном случае, чтобы быстро карты. Карты, которые перечисляются микрозайдом. Да, ну и однообразие вот этих всех, всех регионов. Несколько слов, наверное, в завершении, я бы хотел поделить своим впечатлением, вот, о том, что мешает выстроить систему брызинга, именно системы, да, компании. Какие барьеры есть у маркетинга? Мы, собственно говоря, мы имеем большого проектного опыта общения с банками, вот, и с департаментами маркетинга, и с людьми, которые эти департаменты возглавляют, зачастую, с руководством, мы понимаем, что барьеры есть, и, ну, идеальная картинка не всегда получается. Не всегда получается, потому что существует масса барьеров, ну, там, несколько из них я обозначу, и, поверьте, мне это не полный перечень. Первый барьер, особенно в банковской сфере, это распространено, как в данном, говорю, когда отношение к маркетингу как к сервисной функции. То есть, маркетинг это не стратегическая функция, а это сервисная функция. Вот. Если мы говорим про розницу, то там, скажу, что он будет департамент розничного бизнеса может позволить, в общем, он будет считать, что он прав, скажет, что, ребята, мы все решили, все придумали, ваша задача поддержать продажу. Вот. Вот у нас есть продукт, там уже там IT там поработало, короче говоря, есть интерфейс, у нас есть, значит, параметр продукта, вперед и давайте. Как строить эту систему бренда, его, значит, стратегию, как встраивается, как лучше повернуть этот новый продукт к потребителю, ну, на самом первом этапе не решается, да. Прошла важная, важный этап формирования продукции, спустили в маркетинг продавать. Дальше, ну, эта тема вообще сейчас модная очень, да, то есть банки, которые, банки, финансовые организации, которые могут решить, они, как правило, уже делают прорыв, прорыв и в предложении потребителей, в представлении бренда потребителей, в восприятии потребительского. Вот. Это те компании, которые готовы работать как отдельная команда, когда департаменты маркетинга, HR, IT – это не параллельные меры, а это, ну, некая рабочая группа, которые, там, не важно, не обязательно должны в полном составе собираться, но которые при выводе продуктов, при старте новых направлений объединяются и вместе, синхронно начинают решать задачи в контексте единой системы брендинга и маркетинга. Вот. Почему? Потому что, если мы, условно говоря, с самого начала HR подключим, вот, то, возможно, там будут проблемы, да. Если, значит, маркетинг говорит, что у него есть такой фидбэк от потребителей, да, а IT там не успевает, да, то, там, тоже возникнет какой-то бэк, какой-то разрыв, и счастья тоже не будет. Вот. Поэтому, ну, к сожалению, мы наблюдаем такие истории, когда эти департаменты, особенно крупных организаций, это вообще параллельные меры. вот. Дальше. А дальше, собственно говоря, я жду ваших вопросов, наверное, и хотел бы, хотел бы услышать впечатление от того, что я вам сегодня рассказал. если люди дожили до окончания новостей. Виктор дожил. Ну, а что с вопросами, коллеги? Может, по конкретному кейсу есть вопросы, или есть вопросы по каким-то, по какой-то фокусировке, которую я затронул. Спасибо, да, спасибо. А, Юль, очень хороший вопрос, кстати. Смотрите, по индикаторам обновления броня. В индикаторах может быть несколько. Ну, первый, первый индикатор я коснулся. С самого начала это то, что лежит на поверхности. Когда мы понимаем, что у нас слабая дифференциация. Вот. У нас слабая дифференциация и, ну, словом говоря, ведь у компании есть определенные задачи, бизнес задачи, бизнес какие-то цели, которые она хочет достичь. И для этого ей нужно, без сомнения, выделиться и предложить наиболее активно, да, какие-то, значит, свои продукты и услуги. Вот. Или занять, занять долю рынка в каком-то направлении. Соответственно, здесь без сильной дифференциации не обойтись. Прибитель должен сразу нас узнать, сразу понять, почувствовать, что мы ему предлагаем. И бренд здесь немаловажный. Поэтому, если мы понимаем, что мы какие-то вялые, мы говорим об одном и том же, то нам нужно меняться. Дальше. Индикатором может являться обратная связь к клиенту. Обратная связь к клиенту мы можем получить, то есть, условно говоря, мы дотачиваем клиентский сервис, получая обратную связь. Ну, например, да, у нас есть, как у ряда компаний, которые я знаю, есть, например, ежеквартальная система. Таинственного покупателя, да. Мы через нее дотачиваем сервис. Вот. Но все равно понимаем, что потребители остались не удовлетворенные ожидания. Не только в части получения услуги, но и в части ощущения преимуществ, эмоциональных преимуществ. И тогда это тоже важно, потому что, как я уже говорил, на рынке, когда мы находимся в ситуации одинаковых услуг и одинаковых параметров, нам необходимо дифференцироваться еще и с точки зрения элементов лояльности, да, элементов эмоциональных. вот. Это второй момент. То есть, первое – дифференциация. Второе – выход за рамки продуктовых предложений и одинаковых сервисов. Да. В случае чего нужно откатывать назад. Ну, не хотелось бы, чтобы такой случай происходил. Вы имеете в виду, что вы сделали изменение бренда и практика и жизнь показала, что надо откатывать? Я не сталкивался с такими историями. Я объясню почему. Потому что, если это бренд-стратегия, то это последовательный процесс. То есть, мы как бы в этом процессе включаем несколько параметров страховки. Это страховка, которая есть и у разработчика, и у клиента. То есть, сначала мы договариваемся о векторе, да, что мы хотим изменять. Затем мы говорим, не делая ничего, не меняя название, слоган, визуальное решение, оформление офисов, оформление сайта. Мы говорим, что мы в главном хотим внести до потребителя. Чем мы отличаемся, чем мы будем привлекать. Договорились. Дальше мы постепенно включаем уже этот инструментарий. Как правило, на каждом из этапов можно поговорить назад. Но когда вы уже все сделали, эта система у вас есть, и это правда система, это такой же организм, то надо отдать маркетинг, и пусть маркетинг доносит потребителям последовательно. Единственный эффект вы не увидите сразу. Вы не увидите эффект от брендинга решений ни через полгода, ни через год. Это надо очень четко понимать. В этом еще есть один подводный камень в вопросе брендинга. Когда спрашивают, можно ли релевантно и точно оценить эффективность брендинга решений. Я, как человек с 50 лет, с опытом работы на рынке, больше 10 лет на брендинге, я вам скажу, что нельзя. То есть нельзя посчитать эффективность брендингового решения. Можно посчитать эффективность внедрения нового сервиса, можно посчитать эффективность изменения формата офиса. но комплекса брендинга вы не сможете посчитать. Поэтому надо перекрестясь, быть смелыми, надо пройти этап последовательных приближений в брендинговом процессе, когда вы штрафуетесь каждый раз. Потом принять решение сделать эту систему и внедрять. И тут еще от качества внедрения зависит много. Виктор ответил на вопрос. Каковы особенности брендинга, если деятельность ведется исключительно онлайн? Ну, смотрите, онлайн – это конкурентный рынок, и вопрос дифференциации там стоит в первую голову. Соответственно, надо решать проблему дифференциации. Не только по цвету, не только по логотипу, названию, но и по тому, как вы представлены в интерфейсе. Потому что сейчас, если я смотрю, например, на интерфейсе по выдаче кредит или замок, я вижу примерно один и тот же интерфейс, который отличается только по цвету. Должны быть какие-то фишки. То есть, когда обязательный функционал выполнен, обязательно чекольная программа, извините, программа фигурного катания, вы обязательно программу откатали, вам нужны какие-то фишки. Вот. И здесь, ну, как бы эти… тут черт в деталях. Вот. Тут черт в деталях, мы должны все свои преимущества, которые можно вытащить, донести через коммуникацию, даже в интернете. Ну, надо думать как. Надо думать как. Вот. Либо это там какие-то истории успеха, либо это какие-то элементы лояльности, либо это дополнительный сервис, который вы можете получить через онлайн. Вот. Но это все должно быть в створе. Я хочу, обращаясь к Ирине, это должно быть в створе все равно единой стратегии. Вот. Если вы максимально простые, например, то есть, условно говоря, вот есть компания, которая с точки зрения представления услуги, например, займов, она готова удовлетворить все таргетированные потребности. У нее там на каждого есть какой-то свой продукт. Ну, например, да. А есть компании, которые говорят, мы максимально упростились и будем делать максимально простой и понятный продукт. Вот. И, условно говоря, вы должны сфокусироваться и точно отразить свою стратегию. Строгнозировать заранее успешность выбранного решения обновления бренда. Я вопрос, Юлия, вашего не понимаю. Если можно, поясните. По поводу персонального брендинга. Я вообще не очень понимаю, если это банк, то каким нужно быть руководителем, чтобы персональный брендинг был эффективным. Есть другое понятие. Есть понятие ответственности банка. Если мы, например, давайте в другую область, да, если мы, например, банк B2B, указываем, пусть универсальный, неважно, у нас есть очень, как это сейчас исторически сложилось у многих банков, очень мощное корпоративное направление. И тогда у нас есть ряд предложений, за которые мы готовы ответить. Ответить перед клиентами. Часть того, что это самое релевантное предложение, например, это внешнеэкономическая деятельность или такие специфические такие востребованные истории. И тогда люди, которые ведут этот бизнес, руководят этим направлением бизнеса, вполне себе могут персонифицированно выступать в коммуникации бренда. Почему? Потому что это элемент доверия, это элемент ответственности, представления, собственно говоря, этой услуги. Вот тогда я понимаю. Тогда, мне кажется, это релевантно. Особенно, если мы говорим про небольшие банки, у которых, если мы говорим про корпоративный сегмент, то корпоративный бизнес очень часто на личных связях все выстраивается. Люди, клиенты, руководители знают, и руководители департаментов, и даже зампредов. Почему нет? Я ответил? Кстати, у нас на нашем рынке мало кто это делает, на российском. Вот это для меня удивляет. Либо люди шифруются, либо они стесняются. Вот за рубежом, если вы посмотрите, погуглите в корпоративном сегменте, это очень принято. А, все увидел, Юль, да, пояснение. Вы, наверное, возможно, не с самого начала присутствовали, я не смотрел список, извините, пожалуйста. Ну, смотрите, здесь вопрос вообще еще связан не только с тем инструментарием, который изменяет бренд, но и, например, инструментарием. Это инструментарий, который способен обеспечить последовательное воплощение брендового решения. То есть, когда вы говорите, как можно понять, что брендовое решение поведет достижение цели. Я отвечаю. Вот в этой стратегии брендов, которая находится в основании пирамиды, которая не видна клиенту, есть не только наши обещания, наши позиционирования, но есть очень важная часть, которая тоже не коснулась этого выступления, это конвенционная стратегия. Конвенционная стратегия как часть бренд-стратегии. Если мы разорвем эти части, то у нас, в общем, ничего хорошего не получится. Значит, конвенционная стратегия позволяет нам прописать, для каких аудиторий необходимо решить какие задачи и что им надо сказать и как сказать. не будет ни в коем случае с конвенционным планом. Вот. Это матрица достижения цели. Потому что финансовая услуга, ну, в общем, как вы понимаете, обращена к таргетированной аудитории, это аудитория со своими особенностями и для каждой аудитории на всей задачи. Вот. А, кстати говоря, как правило, по этим сегментам есть еще проблемы. И вот если банк понимает проблемы свои, которые решают по этим сегментам, то создавая конвенционную стратегию, как продолжение стратегии бренда, мы можем себе обеспечить, собственно говоря, вот этот прогноз, да, успешности. То есть мы намечаем матрицу, пройдя по которой мы сможем достичь цели. Вот. Не знаю, насколько понять конвенционную стратегию для вас является глубоко знакомым, но для нас это часть бренд-стратегии. Ну, как правило, это, так сказать, движение сверху вниз. Условно говоря, у банка есть цели там на ближайший период такие, да. Условно говоря, ему, наверное, нужно развить розничный сегмент в каких-то регионах, ну, условно говоря, в розничном сегменте ему нужно развить какие-то кондуктовые, приоритетные направления, не знаю, там, потреб кредиты, значит, пользование интернет-банком, там, какие-то, ипотеку там и так далее. Ну, классический набор, на самом деле, известный всем. Вот. Дальше мы это должны предложить таким-то аудиториям. Вот. Можно создать, составить матрицу, да, что мы вам говорим, какие задачи при этом решили. Наверное, так. Вот. И когда это делается в процессе ребрендинга, да, это маршрут на карте. Вот. Я не коснулся, не коснулся этого, не коснулся этого я в данной презентации. За неимением, может быть, ресурсов по ее оформлению, извините. Еще вопросы? Ну, кстати говоря, вот если говорить про инфото, то конъюнкционная стратегия была реализована, значит, по сегментам аудитории, которая вся включала в сегментирование, но текущий клиент – новый клиент, по сегментам возрастным. Дальше по задачам, там было очень много задач. Эти задачи, да, и каждый раз мы на эти задачи отвечали там через коммуникацию. Вот. Значит, по задачам там было очень много задач. по разным сегментам, я просто сейчас не готов их распроизводить, возможно, это не всем интересно. Коллеги, еще вопросы? Вообще коммуникационная стратегия – это очень интересная история. почему зачастую ее маркетинг не рассматривает как частью бренд-процесса, но для меня не очень понятно, возможно, потому что этот инструмент просто не очень сильно, как бы, откатан. Вот. Но вообще это единый операционный процесс. Да, можно у нас в презентации в шапочке сайт, через сайт можно связаться. Да, да, пожалуйста. Вот. Там есть, кстати говоря, на сайте, если, ну, опять же, вам профессионально интересно кейс, ну, опять же, как это можно представить на сайте, но, тем не менее, для Банка Европейский, который в 2014 году был поглощен Банком Санкт-Петербург, мы делали запуск розничным направлением. Вот. Это был очень показательный для нас гидкейс. И на сайте он представлен. То есть, когда банк корпоративный, специализирующий на внешне экономической деятельности, открыл розничное направление. Там было изменение бренда очень серьезное. Вот. Задача, причем, не потерять восприятие в корпоративном сегменте. Вот. Ну, посмотрите там, потому что то, что представлено, можно конкурсировать. Кстати, там решена задача дифференциации, потому что на розничном сегменте в продуктовой рекламе, как я уже, я с этого начал в свою презентацию, дифференцироваться крайне сложно. это вообще, так сказать, сверхзадача. Если мы хотим системно дифференцироваться в продуктовой рекламе на розничном банковском рынке, это интересная и сверхзадача. Да, Юля, спасибо, если я ответил, я очень рад. Все, коллеги, ну, мы немножко раньше закончили, но я надеюсь, что было продуктивно. Я очень рад, если разумная, добрая вещь не смог до вас какой-то части донести. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.